Дорогие коллеги, как вы понимаете, мы этим тоже несколько внешне, да, потому что внеурочная деятельность собрались специалисты в выпуске начальной школы. На что я хотела обратить ваше внимание, что впервые в истории отечественного образования внеурочная деятельность включена в стандарт образования. Это совершенно точно, впервые, не в дореволюционной России, не в отечественной, этого нет. Наверное, надо ответить прежде всего на вопрос, почему, что заставило, а уже потом отвечать на то, как мы это будем осуществлять с вами. Ну, во-первых, что заставило. Нам, в принципе, здесь есть две позиции, которые, может быть, открыто не назывались, но мы все это понимаем, мы с вами целом, мы не умные. Во-первых, это событие на Болотной площади и площади Сахарова, когда поднялась молодежь, и вдруг совершенно неожиданно наше Министерство образования и науки выяснило, что там были в основном школьники старших классов, которые вблизили, выступали против, и оказалось, что они мало воспитаны, они плохо воспитаны, и выступали они достаточно агрессивно. Это первая позиция, которую я буду заставила. Там, с переходом к современной России, мы отменили деяния всех общественных организаций, пионерских, комсомольских. Мы сняли эту ответственность с учителя, и вдруг заметили, а что вообще-то воспитанием наших детей никто не занимается. Родители, которые находились в поисках, как бы заработать деньги на содержание семьи, у них для воспитания детей уже времени не хватало. Значит, надо было вернуть эту систему. И с позиции правительства было совершенно ясно. Значит, надо вернуть в школу, потому что больше воспитаний и пониманий, как вы понимаете, некому, кроме нас с вами. Значит, надо, для того, чтобы учители тоже отучили, работать на общественных ночах. Я помню, в свой первый год работы, в свой первый отпуск, я потратила два месяца на то, что ходила сначала в поход на Телецкое озеро, сначала с 10-го класса, потом с 9-го, потом с 8-го. И как-то даже в полу не пришло мощно, можно после этого продлить свой отпуск. Так мы были воспитаны, что раньше думай о родине, а потом о себе. Так и думали. Но потом нас приучили к тому, что каждый вид деятельности должен оплачиваться. Мы же на капитализм с вами пошли, от социализма. Социализм был плох, значит, нужен был капитализм. Вот пришли. Когда ее учителя вообще-то перестали заниматься на общественных началах. Я вспомню, как мы с Ниной Васильевной Бублик, которая издала приказ, тогда еще будучи начальником обланов, о том, что все мы должны заниматься кружковой деятельностью и дополнительной работой. Меня попросили, Наталья Миловна, поехали по школам, посмотрим, как у нас учителя занимаются. Мы проехали с ней 18 школ города Кемерово, где везде висели объединения, а тут работают кружки, работают учителя, дополнительно занимаются с ребятами. Ни одного учителя, ни одного кружка, ни в одной из 18 школ не нашли. Она была так удивлена, я-то, честно говоря, не очень. Потому что студенты уже на практике сообщили, что никаких ускорбов не этих семей. Но и попытка наша вернуть учителей, заниматься этим на общественных началах, кончилась плачевной. На самом деле, а почему? Раз уже все должны за все оплачивать, а чем учитель хуже? Платите и нам. Вот с этим и было связано, что ввели в неурочную деятельность. Нас знали неудачно. Внеурочная, на мой взгляд, с точки зрения педагогики, названа неправильно. Надо было назвать или воспитательная, или неклассная. Потому что должны были заниматься учителя не только предметники в дне раносного урока, что предполагает внеурочная деятельность. Но уж бог с ними. Хоть горшком назови, только печками ставь. Мы с вами понимаем, что имеется в виду. И как бы эту деятельность, какую надо осуществлять, понимаем. Бог с ним. Не будем уж спорить с нашим министерством о том, как это назвать в стандартах общего образования. Педагогов они изучали плохо. Это совершенно точно. Это первая позиция, что заставила. Вторая позиция. Это низкий уровень заработной платы учителя. На самом деле она была низкая. Мы считаем, что если мы ведем неурочную деятельность, то учитель будет вести не только уроки, но и неурок. И заработная плата учителя. Что самое удивительное, что вы помните, оказалось трудно и то, и другое. Но с позиции воспитания мы с вами знаем все. Мы знаем, как надо воспитывать, что надо проводить. Вот только результаты воспитания у нас, как правило, всегда отстают деликат от самой деятельности. Результаты мы можем иметь через 10-15. И как мы воспитали современное поколение со неурочной деятельностью, мы сегодня с вами не узнаем. Так и есть отсроченный результат деятельности. Но будем рассчитывать, что все-таки мы его получим. С точки зрения заработной платы выяснилось, что у учителей желания заниматься этим неурочной деятельностью вообще-то особенного не было. Да и не хотелось, да и не умели. Уже отвыкли от этой работы. Поэтому говорят, а можно ли пригласить? Для этого передать эти часы на систему дополнительного образования. Нет, я честно сказала, что, пожалуйста, можно. Можно передать. Только, пожалуйста, перед этим проведите решение ПЕД-совета, что вы забираете эти часы у учителей школ и отдаете в систему дополнительного образования. Мне надо ли вопрос, а можно без решения? Я говорю, да нет, уж давайте с решением. Потому что учитель же должен знать, что в этом случае его заработные платы не вырастут именно по этой причине. Много было всяких проблем. И самая важная проблема, что на этом случае. Давайте займемся самым. Ни система ПЕД-колледжей, ни система... Это бы прежде всего в Угибели. Ни система факультета начального образования, в Угибасской ПЕД-академии, внеурочной деятельности мне готовили. Когда я впервые встретилась директора педагогических колледжей, я сказал, ребят, у вас есть выпускные работы. Но пускай эта выпускная работа и будет для студентов ПЕД-колледжей, это его программа, деятельности внеурочной для начальной школы. Вот он выходит, у него в портфолио будет лежать эта программа. Он приходит устраиваться на работу и говорит, я готов вести вот такую работу, как внеурочную. Вы знаете, я должна честно сказать, что ни один директор педагогических колледжей не возражал. Все сказали, да бога ради, пускай. Только как-то делать. У нас часов-то на это тоже не отводится. Вы понимаете, мы как всегда говорим А и не говорим Б. Мы берем внеурочную деятельность программы школы, в стандартскую, но не ввели организацию внеурочной деятельности в стандарт ни педагогических колледжей, ни в стандарт факультета начального образования. И, в общем, дошкольного тоже, хотя мы объявили, что дошкольное образование это один из этапов образования. Мы нашли вариант, как это можно сделать, не дожидаясь, пока додумается министерство. У нас есть особый блок дисциплин, который является внутренним и университетским, или академическим, или образовательным учреждениям. И за счет этих часов можно это сделать. И мы сегодня как бы это начали делать. То же самое и если мы возьмем программы старшего звена. Мы сегодня говорим, что ни в университете, ни в университете, ни в педагогической академии учителей основной полной школы не готовят внеурочные деятельности. Вот мы, предположим, у себя решили, что сегодня, выпускная работа выпускника в университете, должна иметь одну из глав, как главу, которая будет заниматься организацией внеурочной деятельности учителя, в его деятельности. Но это будет именно внеурочная деятельность, в деятельности учителя-предметника. Потому что в университете дипломная работа идет по предмету, а не по воспитательной работе. То есть много есть вопросов. И все эти вопросы мы с вами должны решать. Ответить на вопрос, нужна ли внеурочная деятельность, да, очень нужна. Это просто подарок судьбы. Вы представляете, какие колоссальные деньги отведены в неурочную деятельность, если в стандарте школы записаны во всех с 1 по 11 класс, 10 часов на класс на эту деятельность отключится. Нам удалось сохранить финансирование школы, не отдаст ни рубля денег из бюджета области на систему образования, только за счет того, что мы на Совете народных депутатов приняли закон, по которому мы оплачивали в течение вот уже шести лет всю внеурочную деятельность в начальной школе. Нет, сразу могу сказать, мы уже просчитали, для основной школы мы этого не найдем, денег у нас не хватает. Началось увеличение некоторое количество классов в начальной школе. Сегодня вне... предшкольное образование переведено на финансирование области. и мы его будем финансировать. Поэтому в этих условиях обеспечить вот вторую часть закона, на который мы вообще, честно говоря, рассчитывали, что мы в основной школе ведем к обязательным всех часов, пока не нужно. Пока мы вводим только в бюджет 5 класс в пульсуументальных школах. Это первое положение. Для того, чтобы вы с вами поняли, что вообще-то нам сделали подарок. И чтобы мы его восприняли с вами как подарок, который можно использовать в своих целях. и цель воспитания детей. Если мы это поймем, то тогда есть у нас с вами завтрашний день. Мне все время говорят, Наталья, на чем вы с нас вот еще и дополнительную, и так много работаем. А вот зарплаты учителя намного больше и ничего там не делают. Ну, во-первых, делают, чтобы быть честным. Давайте честно скажем. У нас же была попытка перевести учителей на обычную 40-часовую учебную неделю. Представляете, да? Так это вообще во всем мире. 40-часовая неделя. Учитель начинает свой рабочий день с 8 утра или с 7, едет по территории и собирает своих учеников. Это считается у него уже рабочее время. Потом он приезжает, потом он ведет уроки, потом он сидит с учениками и занимается неурочной деятельностью. И так 8-10 часов ути. И так каждую неделю. Нам с вами это нравится? Нет? Мы уже привыкли с вами, что у нас старт по 18 часов. И наши не трогайте. Вот понимаете, вот меня всегда поражает. С одной стороны, нам дайте большую зарплату, это хорошо. С другой стороны, мы хотели бы работать и так, как мы работали. Вот вы знаете, я помню, я первый раз столкнулся с этим в Германии, когда разговаривали с ректором Коплиц-Ландалу университета, и он мне рассказал, как они работают. Ну, между прочим, вообще они насчитают неприличным вопросом или чьи нет, а мы с вами всегда начинаем разговор именно с этого. Я ему тогда тоже спросила, он и начал рассказывать, как они живут. Вы знаете, я вам должна честно сказать, я не хочу жить, как они. Меня не устраивает такая система работы. Когда они работают с 9 до 8, каждый день на одной площадке, с 9 до 6 на этой же площадке, потом они уезжают на другой регион, в Гландару, там тоже такой же рабочий день, потом они приезжают в Афарат на третью площадку, а потом они уже на воскресенье с трудом едут домой, где у них в другом городе и семья живет, и в воскресенье вечером опять возвращаются. Мне не нравится. Вы знаете, вот почему о нас с вами говорят, что мы много с вами общаемся и много пьем чая и кофе? Именно потому, что у нас есть время для чая и для кофе. А у них-то для этого нет. У них это считается нарушением этих. Вы знаете, вот мы с вами должны понять, или мы будем жить так, как они и получать их зарплаты. Ну, так вот, может быть, и не в суде. Ну, как будто, да? Или мы будем все-таки жить, как мы, и пытаться в этой ситуации получать нормальную человеческую зарплату. Я уверена сто процентов, что подавляющая большинство согласится на наш вариант. Вот я уверена сто процентов, что нам дать с вами шанс и получать нормальную зарплату. Не один из нас с вами все-таки с голодом умирает. Я всегда всем успокаиваю. Когда мне начинают говорить, что в школе маленькая зарплата, я говорю, ребята, не переживайте. Ведь вы знаете, есть такая русская пословие. Не страшно, что у меня корова дома. Главное, что она и у соседа с соседом дома, да? Вот я вас так успокаиваю, что средняя зарплата учителя, даже молодого специалиста, у нас в области 10,5 тысяч. А средняя зарплата ассистента в университете 5 тысяч. Средняя зарплата старшего преподавателя 7,5 тысяч. Средняя зарплата, вернее, не средняя, настоящая зарплата, кандидата на урок доцента 12,5 тысяч. То есть меньше, чем зарплата любого учителя. Работа, проработавшего 5 лет. Не у всех. Я это понимаю. Ваше, так сказать, волне не связано с тем, а у меня лично меньше. Мне как-то тоже не очень интересно, сколько получает мой сосед. Главное, чтобы я получала больше. Ребята, вы понимаете, у нас самая низкая заработная плата, чтобы вы знали, в двух городах области. Керева и Новокузнецкий. Удивительно, правда? Только лишь потому, что именно эти два города никак не хотели провести реструктуризацию школ. Вот мы просчитали, что для того, чтобы была нормальная заработная плата, надо, чтобы в школе училось не менее 750 учащих. Ну, мы же с вами знаем, деньги идут за учеником. Считают на учеников. А у нас вот на одном точке, я тут специально для кемеровчан привожу, 31, 26, 5, 80, 41, да? Всех назвала, как бы, шесть школ. В этих школах без дела учатся учеников от 400 до 500. Ни одна из них экономически не может иметь большую заработную плату. Предлагаю, давайте в одной школе создадим центр творчества. Ну, нету пока наших детей, да? Сами во время всех этих бурных дискуссий потеряли, не рожали. Давайте создадим другой, только начальную школу. Они стали класс увеличиваться. Ну, давайте проверем реструктуризацию. Так нет, дети. Все держатся. Тогда о чем мы говорим? Если мы сами с вами определяем эту позицию. Вот это меня тревожит, и это даст у каждого из нас. Мы должны сами для себя решить, что нам важно. А теперь возвращаемся к неурочной деятельности. То, что нас с вами, ближе всего, сегодня волнует. Вот, неурочную деятельность у нас в стандарте, она определена через формы. И формы эти те же самые. Кружки, клубы, олимпиады, экскурсии. Все соревнования, спортивные секции и так далее. И в этом плане, как бы у нас, и все нормально, мы привыкли уже, так мы и работаем. Но если говорить о неурочной деятельности, о тех задачах, которые мы должны с вами решить, о воспитании, развитии гражданина, то этими формами одними мы не решили. И нам надо, чтобы была преемственность между программами неурочной деятельности. Вот, вы знаете, мы для начальной школы, ну, вы, надеюсь, все сидящие в зале знаете, мы знали в трех частях программы неурочной деятельности для начальной школы. С первого по четвертый. Программы должны быть последовательно и преемственными между собой. Не отдельные куски программы сегодня, одно, завтра, второе, послезавтра, среднее. И повторяем одно и тоже. Они должны продолжать одну программу, другую. Вы знаете, вот, ну, нет, вы все здесь молодые, вы, конечно, уже не помните. Была такая блестящая программа маленькая. Примерная программа воспитательной работы. Кое-кто помнит, да? Хотя, между прочим, в области найти эту программу сейчас невозможно. Кто-то припрятал у себя. Ни в одной библиотеке уже нет. Хорошая была программа, но она была примерная. Она говорит, а давайте обязательную. Скажите, а может ли это разве обязательная программа неурочной деятельности? Нет. Классы разные, регионы разные, дети разные. И для каждой школы мы должны разрабатывать свою образовательную программу неурочной деятельности. В основном, это будет одно, другое, другое. Но все равно все дети должны пройти через все пять направлений неурочной деятельности. Мы должны воспитать у них и гражданство, и патриотизм, и эстетические воспитания, и нравственные, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы это сделаем, тогда мы получим результат. Вот какими усилиями? Только своими. Нам рассчитывать на чужого дядя приходится, к нам слоны не прилетят другие. Значит, мы должны сегодня начинать уже, хотя мы только в пятых классах эксперимент проводим. Мы начнем полный в школе пятый, пятый класс, эксперимент поднеурочной работы только через два года. Сегодня еще обязательно объявляется только третий класс, второй и третий. Значит, через два года мы начнем полном объеме эксперимент по пятому классу. Но уже сегодня мы должны в школе разработать программы внеурочной деятельности для первых, одиннадцатых классов. Да, я понимаю, что это будет все-таки больше общественной работы. Докладить мы можем за вторую часть зарплаты, которая там, так сказать, я бы балусу считаете, да? Главное, нам проще, у нас-то нету этих балусов, мы не считаем, у нас нет дополнительных каплах. Но у вас это есть. Значит, есть такая возможность. И это надо делать, разработать сегодня эту программу. Вот эти экспериментальные площадки мы планируем, чтобы вы знали, мы планируем, что мы летом тринадцатого года мы опубликуем примерные программы по основной школе, по пятым-девятым классам. Тоже как образец того, как может школа разработать программы внеурочной деятельности. А еще через два года мы это сделаем для полной школы. Но должны быть программы в каждой школе, по которым мы должны быть готовы к реализации этих программ. А вот мы найдем деньги для всех пятых классов. Мы же ищем их, понимаете? И тогда нам придется завтра уже переходить во всех пятых классах. Надо это делать. Теперь как системы дополнительного образования. Вот ко мне приезжала недавно Центр дополнительного творчества города Прокоповска, который разработал программу и готов принять пять школ вот из своего микрорайона. Говорит, Наталья Ивановна, к нам они не идут. Я говорю, понимаешь, и заставить не можем. Это их деньги. И они сами определяют, как эти деньги используются. Но есть, конечно, великолепные творческие коллективы. Вы знаете, я вот вспоминаю, когда мы впервые пришли к системе российской, я больше всего переживала, что у нас рухнет детское самодеятельство. Я смотрю сегодня иногда на некоторые наши праздники и радуюсь тому, что мы, слава Богу, это не потеряли. Есть великолепные детские коллективы. Они есть из одной школы, из разной школы, но они есть. И сохранить это мы должны. Если есть уникальные коллективы, спортивные, художественные, там, чтецов, певцов и так далее, то это тоже можно оплачивать за счет часовнеурочной денег. Но заключите договор с этим центром и оплачивайте его или по школе, или переводите деньги на этих детей, на этот центр творчества. В принципе, у нас сегодня такая есть возможность, какой ни в одном, ни разу у нас не было. Но результаты должны быть. Результаты воспитываются. Вы знаете, я вот вчера смотрела передачу, где как раз рассказали о том, что в одном из городов Урала дети объявили сладкой своего учителя и сожгли. Я не могу себе такого представить, чтобы это было в нашей отечественной школе. Это ужас, о котором даже страшно представить. Как же мы дожили на такой жизни, что наши дети нас стали так не любить? Не понимали. Я, конечно, понимаю, что это извергия, но, простите, этих извергов тоже мы учили и воспитывали. Вот давайте мы все-таки с вами, разрабатывая программы, подумаем, а что для каждой нашей школы сегодня является наиболее важным. Интеллектуальное ли их развитие, гражданское ли их развитие, валиологическое ли их воспитание и сохранение здоровья. А у нас есть такие школы, где, может быть, это должно стать важным. И зная наши проекты по валиологическому образованию и как они у нас в области разрабатываются, конечно, их надо брать на вооружение. Пять направлений, но осуществлять надо всех пять. А ведущим может быть какое-то одно, которое является коньком этой школы, на которой они будут строить. Как предположим, в третьей и тридцать первой школе это поисковая деятельность участников Великой Отечественной войны, которые погибли за пределами Кемеровской области. В двадцать четвертой школе эта же проектная деятельность является базовой. А в лицее интеллектуальная деятельность в классическом. Но мы должны взять для себя и решить на своем собственном педагогическом совете, что для нас с вами является самым важным. Ну и второе. Надо учителей к этому готовить. Учитель не виноват. Помню, я всегда говорил, когда говорят, что у нас учтения готовы работать в профиле класса. Да учител не виноват в этом. Да, он когда-то в университете учил и дифференциалы, и интегралы. А сегодня прошло 20 лет, как он кончил в университете. Но дифференциалы еще возьмет. А интеграл вряд ли уже. А предел вряд ли уже. Он уже забыл. Это обычная еврея. Ему не требовалось это для работы, что в этом нет его вины. Но мы должны ему предложить, или мы его подготовим для работы в профильной школе. сегодня, и он должен этому переучиться, или вспомнить свои знания. Или просить, он должен уйти на работу в основную школу. Вот хочет у каждого снеурочного. Давайте объявим, в каждой своей школе, какое направление деятельности вы бы хотели вести. Кто-то будет вести волонтерскую работу, кто-то будет вести проектную деятельность, кто-то в ареологическую. И разработает программу. И будет ее вести, предположим, в пятых, девятых, девятых, одиннадцатых, и два, и три учителя, собрать общую команду, которые работали бы вместе. Для этого, вы понимаете, это же нет ЕГЭ, нет отметочной системы преподавания. Единственная возможность общения, нормального человеческого общения с детьми. И если оно у нас есть, значит есть. И результаты этой работы. Я считаю, что нам данный величайший дар. Не использовать его, это просто преступление. Но мы с вами должны совершенно честно признать, что если мы с вами не получим тех результатов, которые надо, и если мы будем строить свою работу только так, как мы ее строили раньше, то эти часы у нас берут. И будут правы. У государства нет денег на то, чтобы заниматься бесполезной работой. И давайте тогда никого не прикажем не будем, а будем прикажем только себя. Где-то мы недоработали. Нет, но я уверена, что педагогические коллективы школ Кузбасса всегда были в этом плане передовыми. Я вас верю. У нас есть экспериментальные площадки сейчас по основной школе. У нас их 8. Если есть желание, мы готовы расширить это количество экспериментальных площадок. Если у вас есть необходимость проконсультироваться, бога ради, один раз в месяц мы собираемся. И на сайте института есть время, когда мы с вами все можем собраться. Если есть вопросы, приезжайте, будем консультироваться. Но сегодня это одно из самых важных направлений деятельности системы образования. Я считаю, что нет ничего более важного, чем предшкольное образование, которое мы вообще еще не начинали. Потому что то, что было в дошкольных образовательных учреждениях, это мы только последние идеи. А надо их воспитывать, и надо их учить. На мой взгляд, самыми важными двумя направлениями является направление предшкольного образования и направление внеурочной деятельности. Все остальное нам с вами понятно. Это наша с вами жизнь, это наша с вами клепка, наша с вами деятельность. Это как раз все понятно. Здесь можно что-то делать, как-то изучать, что-то проводить, а вот это надо начать практически от друга. И я считаю, что мы с вами должны с этой задачей справиться. Спасибо.